Отвидеть в Доме Божьем. И рад, что имеем такую возможность. Слава Богу. Одно короткое место из Писания хочу прочитать и как бы определиться с тем, на какую тему или вокруг чего пойдет наш разговор дальше сегодня. Коринфяна, 10 глава, 1 Коринфяна. И написано 15 стих. Очень короткий и очень простой. Говорит апостол Павел, объясняя некоторый вопрос, а дальше говорит. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Слава Богу. Друзья, дорогие молодежь, хочу сказать, что речь сегодня пойдет о рассудительности. О рассудительности. Оно такое мягкое слово, простое, никакое-то особенное. Но когда взять его вторую сторону, противоположную, очень неприятно. Говорит безрассудство. Рассудительность. Ну, может быть, может не быть. Но вот когда уже безрассудно человек поступает. Это очень плохо. В Писании есть немало мест, где, говорит, безрассудно ты поступил. И там такие тяжелые слова потом идут от Господа. Хочу сегодня немножечко обратить на это внимание. Но прежде всего, знаете, мы все как из тюрьмы вышли сейчас. Все как будто маленький срок отсидели. И поэтому всякое общение, оно радует. И всякая возможность даже кому-то руку пожать уже приятно. И видеть людей без распиратора тоже радостно. И вообще вот, ну, торжественно. Торжественно. Я в церкви говорю, вы знаете, даже вот чувство такое. Раньше не думал, что я вас так люблю. Как-то не переживалось это. А теперь по-другому. Я смотрю так все братья тоже. Каждый, да, по слову о карантине скажет. Но не можем обойти это. Не так давно было откровение у нас в церкви. И было, говорит, раньше, вот сейчас, ну, в то время, когда было откровение. Сосуд говорит, вот каждый сидит возле своей кастрюльки, возле своей тарелочки, кто-то культурно, кто-то там по-разному. Каждый свою пищу кушает. Но приходит время, когда, и говорит, я видела, что все сидели возле одной большого казана такого с кашей. И она была ужасно горячая. И каждый так, подувая на ложку, пытался. Ну, у всех была одна. Все возле одной кастрюли. И мы так рассудили, даже понять нельзя, о чем идет речь. Ну, что-то будет сейчас у всех разное, а тогда будет у всех одинаковое. Но сейчас с кем не встретись, вы будете есть ту же самую кашу. Я просто уверен, что когда вот встречаются сегодня два человека, они говорят на одну и ту же тему. Вирус, проблемы, переживания, масса новых свидетельств, масса различных, знаете, вот этих событий, которые произошли. И мне очень понравилось свидетельство одного из наших братьев, когда, он говорит, когда я был совсем молодой, меня пригласили петь в хор. Хор был большой, церковь была большая. Ну, и я пришел, там сразу братья обступили, взяли меня к себе. И мне через короткое время показалось, что я настолько серьезный певец, и что я, наконец, тебя нашел на своем месте. Но в один день Регент на репетиции сказал, сегодня будет все по-другому. Вот псалом, который мы давно поем и хорошо знаем, сегодня будет каждый петь отдельно. И говорит, когда я начал петь сам, я понял, что я зря здесь место занимаю. И говорит, знаете, я второй раз в жизни переживаю такое чувство. Мне казалось, что я духовный человек, молитвенник и очень бодрый. И когда благодать сходила на церковь, я мог ликовать, торжествовать и петь умом и на языках, молиться умом и на языках, и все со мной прекрасно. Но когда я просидел две недели сам дома, я понял, что я не могу сам молиться. Куда-то делась благодать. Куда-то отошла сила. И я стоял просто на коленях и мучился. Но у меня ничего не получалось. А еще через неделю я даже редко находил силы их склонить. Столько забот и столько свободного времени, столько идей и столько планов, которые я никогда не мог осуществить, а теперь у меня полно времени. Братья и сестры, рассудительность. Как мы рассуждаем? Как мы себя испытываем? Я вам хочу сказать, знаете, иногда, ну, достаточно часто люди звонят, различные друзья звонят, и вопрос такой, а что Дух Божий говорит в церкви? Я вам скажу, что Дух Божий говорит сегодня о том положении, которое есть. Это не закончилось. Гора еще дымится. Это как вулкан, он сделал выброс, но он продолжает дымиться, и никто не знает, будет следующий, или где он будет. И это не только у нас в церкви, в нашем общении. Я имею откровения с разных штатов, где общаемся, они практически одинаковые. Господь совершил свой труд над народом по всему лицу земли, и народ поделился на три группы. Одни убоялись гнева Божьего и возбодрствовали, и вострепетали, и начали жизнь свою меня. Другие остались абсолютно безразличными к тому, что происходит вокруг. И говорит Господь, я еще буду совершать труд, я еще буду обкапывать, я еще буду удобрять, я еще приложу руки свои, мне нужен плод. Мне нужен плод с виноградника. Так говорит Дух Господень по церквям, вразумляя и наставляя нас. И я для себя скажу, как нужна здесь рассудительность взвесить. Ну да, я человек бодрствующий, я читаю Писание, я вникаю в него, я люблю молиться, но изменилось ли что-то во мне после того, как Бог произвел такой грандиозный суд над всей землею? Изменилось ли в моем мышлении хоть что-нибудь? Или я просто выжидаю время? поменялось ли мое общение с Богом? Поменялась ли моя внутренность? Поменялась ли мои цели, намерения, желания? Смотрю ли я по-другому на весь этот мир? Или все осталось по-прежнему? Рассути каждый свое сердце. Как нужна рассудительность сегодня? Говорит один из слуг фараона египетского однажды сказал перед фараоном, грехи мои, вспоминаю я. Знаете, когда-то было время, я расскажу вам такую историю о людях, о христианах, о людях. Было такое время, я уже вернулся с армии, но я абсолютно не думал о церкви, я не ходил в нее, я не принял Иисуса, и Он меня абсолютно не интересовал. Верующие люди, они, молодежь, они встречаются в церквях, на каких-то общениях, на молитвах. Мирская молодежь, она тоже имеет общение, она тоже не сидит дома. И мы встречались в других местах, конечно, это далеко было не церковь. Там мы все друг друга знали, у каждого была своя команда, и, ну, сильно мы не вникали, но друг друга все знали. И однажды мы сидели там за столиком, практически, знаете, в мире больше ревнуют, чем церкви, там каждый вечер собираются. И мы сидели за столиком, и один мой друг, он дружил с девушкой, и практически уже должна была быть свадьба. Они долгое время общались, они любили друг друга, они нравились друг другу, и уже дело ишло к свадьбе, и вдруг что-то там произошло, и они поссорились. И он пришел сам, очень огорченный. Ну и второй товарищ его утешал там, и говорит, а в этом баре, где мы постоянно проводили время, там отдельно в уголочке всегда сидела, ну, опять-таки, своя группа, своя команда. И там были такие красивые девушки, и этот друг говорит, ну, что ты расстраиваешься, смотри, какие красивые девушки, иди познакомься, хочешь, я пойду с тобой, чтобы тебе, ну, не смущаться. Пойдем познакомимся. Он говорит, где? Вот там? Так это же штунды. Я тогда в первый раз слышал это слово. Кто-кто? Так это штунды. Ну, я же хорошо знаю. У меня мать была верующей, поэтому у меня не было такого барьера. А у моих друзей это были люди абсолютно третьего сорта. И я потом стал наблюдать, к ним никто никогда не подходил. С ними никто не здоровался. Они вот таким отдельным лагерем всегда сидели в этом баре, пили свое кофе. И, ну, как бы они были и там, но они абсолютно были чужие для этого общества. Прошло время, не так много, лет пять. Бог призвал меня, мою жену. Мы уверовали, покаялись. И на том же месте, где мы когда-то сидели в баре, мы стали строить церковь. Уже организовалось человек до восемьдесят. Дом молитвы был уже построен. Очень все быстро пошло. И однажды к нам приехала группа молодежи, небольшая группа молодых братьев из Черновидца. Они приехали в гости посетить наше служение. Побыли у нас, пообщались. И некоторые из них уже были, ну, у меня уже к тому времени было трое детей. А они были даже меня немножко старше, но еще не женаты. И я задал вопрос, почему ты еще не женился? Года уходят. Жизнь твоя неполноценная. А он говорит, ты знаешь, никого не могу найти. К этому времени вот эта группа, которая когда-то сидела там, в этом баре, в углу, она сидела в нас в церкви на задней лавочке. Я говорю, посмотри. Они как раз чуть моложе меня возрастом, то есть по возрасту нету препятствий. Говорю, то посмотри. Тебе что, глаза закрыты, что ли, не видишь? А он посмотрел, говорит, ты что, это же мир. Вы знаете, я был шокирован. В какое положение, как безрассудно порой можно проводить свою жизнь. Для мира ты штунда. Для штунда ты мир. Они по сегодняшний день не вышли замуж. Не там и не здесь. И те, и другие их гнушались. Есть такая категория людей. Им хочется успеть везде. Они вроде бы и там, вроде бы и тут. Но на самом деле, когда вопрос доходит до дела, не там и не тут. Где-то между потерялись. Очень безрассудно. Я когда-то слышал такую, вы уже извините за откровенность, наверное, мирскую пословицу. говорит, говорит, не Богу свечка и не черту кочерга. Ну, она неприятная, но очень подходит к такому положению. И не там, и не Богу, и не миру. И вот где-то двоится. Я вот... Но это безрассудно. У нас иногда молодежь, особенно в молодежи, я не раз встречал такие ситуации, когда, ну, семья верующая, ну, куда толкают? Ну, конечно, в церковь. Я когда вернулся из армии, моя мать, она взяла на меня, такой, знаете, напор делала. Ты уже не ребенок. Ты уже будешь отвечать за свои поступки. Тебе надо примириться с Богом. Тебе надо стать на правильное положение. Пока ты не наделал глупостей, пока не наделал ошибок, тебе надо идти в церковь. Тебе надо покаяться. Тебе надо примириться с Богом. Тебе надо вступить в завет с Ним. Вы знаете, эти ее наставления, они так, ну, настолько давили меня. Я не мог это слушать. Мне это абсолютно не интересовало. Я мог неделями не приходить домой только по одной причине. Я не хочу это слышать. Я не хочу это слышать. И однажды, когда я уже женился, и родители жены, они уехали в Россию, оставили на маленький домик, где мы могли уже жить отдельно. Мы жили сначала с моими родителями в моем доме. Я подумал, ну, наконец-то! Эти проповеди закончились. Наконец-то! Эти проповеди уже закончились. Я освободился от этого времени, я больше не должен это слушать каждый день. Через неделю, после того, как мы переехали в дом, мать перестала мне говорить. У нее не было больше возможностей. Он начал говорить Бог. Начал говорить Бог. И когда говорит Бог, он говорит иначе. У нас родился первый сын. Признали водянку мозга. Дали 45 дней максимум жизни. Мне грозил срок. Постоянно приезжали следователи, постоянно задавали много вопросов. Мы попали в такие экономические трудности, что нам нужно было одевать на себя все, что у нас есть теплое, ложить нашего ребенка между собой, накрываться тремя одеялами, потому что абсолютно не было ничего, чем хоть как-нибудь протопить дом или чтоб что-то съесть. Неверующие соседи. Мы никому ничего не говорили. Мы просто медленно умирали. Жена простудила грудь, простудила лицевые нервы. Ее перекосило. Температура выше 40 по Цельсию. Мы просто медленно умирали. Мы не шли никуда. У нас не было ни копейки денег. Однажды утром, когда я вышел на улицу, это была зима, на пороге стояла кастрюлька с борщом. Кто-то понимал, что мы умираем, но в гордости не сдаемся. Начал говорить Бог. Друзья мои, как важно иметь рассудительность в своем сердце. Как важно иметь рассудительность и понимать, что есть мир и что есть Бог и какая сила в Его руках. И что есть Бог, какая сила в Его руках. И когда мы сегодня говорим о вирусах, многие переживают, но когда говорится о Боге, многие остаются безразличными. Послушай, весь мир может благоденствовать, а ты будешь умирать, потому что так определил Господь. Послушай, весь мир может умереть, а ты можешь остаться стоять, потому что так определил Господь. Говорит, тысяча упадет слева и тысячи справа, десятки тысяч полягут. Тебя не коснется. Почему? Потому что ты возложил свою надежду на Господа и сказал, «Упование мое, Господь, слава Богу!» Рассуди в сердце своем. Рассуди. И как оно должно ходить перед Богом? И как оно должно искать близости Божьи? Свидетельствует брат, он сейчас служитель. Живем в Америке. Купил пилу, ветки обрезать. Хорошая пила. Поработал несколько раз, и она сгорела. Думает, сдам еще, не так давно я ее купил. Креситу, а он вчера 30 дней кончилось. Не могу уже. Вчера мог, сегодня уже не могу сдать. Есть мерзкая рассудительность. Писана она мерзость перед Богом. Говорит, тут дело простое. Пошел обратно в магазин, купил такую же. Вернулся домой через несколько дней эту старую в новую коробочку с новым реситом, отнес обратно и сдал. Рассудительно поступил. Говорит, и даже где-то порадовался в какой-то момент. получилось. Но вот только одна проблема. И никто же не знает. Даже жене ничего не говорю. Никто же ничего не знает. Пришел на служение и встал на колени. А оно как запечет во внутренности. А вся церковь молится, а я только хлюпаю от горя. Нету рассудительности. Да, мудро поступил, денег сэкономил. Но Бога потерял. Он не может пребывать в таком сердце. Это невозможно. Это невозможно. Почему благодать не касается? Потому что Бог не может пребывать в воскверненном сердце человека. А мы порой не можем рассудить. Не хватает рассудительности. Я бы когда в Портленде жили, собирались на дому, такая молодежная молитва была. Молодежь собиралась. Кто любил молиться, съезжались. Я даже всех не знал, но кто постоянно был, тех уже знал, хоть из каких церквей. А в основном и не знал. И вот молодежная молитва была, в тот вечер прекрасное служение было. Так Бог благословил. И уже молитва закончилась, сестры там торт нарезают, чай готовят, а братья сели и рассуждаем, беседуем. И вот один мне понравился, он с Конкорда был, брат, Витя такой. И вот говорит, братья такая, вы знаете, говорит, наш руководитель молодежи в воскресенье такую проповедь говорил, интересные такие слова, он говорил, что вот если ты купил что-то в магазине, попользовался и потом пошел, сдал, то это грех. кто-то улыбнулся, кто-то ухмыльнулся, а один говорит, ну а тебе-то что? Ну мне как что? Я так три раза делал, а он говорит, что это грех. я так три раза делал, а он сказал, что это грех, рассудительность, рассудить, что оно нам во благо, а что не во благо, друзья, что оно приближает нас к Богу. Иногда можно много потерять, иногда можно много потерять, но Господь с тобою останется. Как оно важно, чтобы, знаете, не потерять самое главное, рассудить, что есть важное, что второстепенное. Я вспоминаю Давида, возвращаются в Секилак, он сожжен, семей нету, всего имущества нету, мужи, они стали на себе волосы рвать, это мужья отчаянные, это не простой народ, кто с Давидом ходил, это люди способные на что угодно, они все уже несколько раз к смерти обречены и приговорены, им терять нечего, они, знаете, в них круг взыграло, им хочется кому-то отомстить, но не знают, что делать, и не находят, на ком зло согнать, кроме как Давида. И вы знаете, что говорит этот человек? Если простыми словами он говорит, давайте помолимся. тут что уже молиться? Одни, одно пепелище осталось, а он говорит, принесите мне вот, мы будем молиться. Знаете, ничего нету, ничего нету, но есть одно, воззову, и он мне ответит, и выведет меня с этой напасти, выведет меня с этой ямы, выведет с этой трудности, и он был абсолютно прав. Господи, догоню ли, догонишь, отниму ли, отнимешь, аллилуйя! Да все потерял, но не Бога. Как иногда мы за какую-то мелочь можем так много потерять? Как иногда не хватает смысла взвесить, что есть нужное, что ненужное? Как иногда увлекаемся, смотришь на этого Израиля и думаешь, ну что тебе эти ваалы, да сдались они тебе! Ну что тебе с них толку? Ведь Бог сказал некогда, если ты будешь ходить моими путями, тот самый Бог, который сегодня пели, и море перед ним расступается, и облачный стол проходит, и он говорит, если ты будешь ходить предо мною, вот сколько это небо над землею, столько будешь на этой земле жить! То есть еще бы до сегодня это не закончилось. Он не говорит тысячу лет, две тысячи лет, сколько будет небо над землею, столько ты будешь жить на этой земле в благословении под охраной моей! И на какие-то ваалы меняются. Сегодня брат, кто-то из братьев вспоминал Илью. Илью вспоминал кто-то, который говорил, я все сделал по слову твоему. Скажите, что он сделал? Двенадцать нетесанных камней вместе сдвинул. Вот дело большое. Что он сделал? Соорудил жертвенник, так как Бог сказал. Вот и все. Вот и все. Друзья, это мог любой сделать. Так же сегодня от нас очень много зависит от нашей рассудительности, чтобы, когда склоняем колени наши пред Богом, могли говорить, Господи, я все сделал по слову твоему, слава Богу! И чтобы небо открывалось, и чтобы благодать сходила, в церкви ли ты находишься, или дома ты находишься. В этом нет разницы. Вы молодые еще. У вас еще нужд больших не было. Ну, слава Богу, у кого не было. Уже начинается семейная жизнь. Появляются нужды. Серьезные вопросы. Серьезные вопросы в жизни восстают. Как оно важно рассудить и взвесить. Иногда думаешь, где же этой мудрости взять? Где этого разума взять? Где, чтобы правильно рассудить вот и время, в которое мы сегодня живем? Кто-то в страхах, в переживаниях, кто-то в равнодушии, в беспечии. Ну, надо же верное разумение всякого дела Божьего иметь. Всякого дела Божьего верное разумение надо иметь. И где его взять в этой рассудительности? Вспоминаю молодых парней из нашей местности. Старшего звали Миша, а младшего Саша. Старшему было лет 16, а Саше, ну, года 3-4 моложе его. И неверующая семья. Неверующая. Ни отец, ни мать. А бабушка стала ходить немножко в церковь по маминой линии. И потихоньку ей там очень понравилось. Она впоследствии в завет с Богом вступила. Ну, и стала говорить детям. Дети не хотят слушать. Хоть внуков дайте со мной на собрание сходят. Саше это не интересовало, а Миша понравилось. Принял Господа, полюбил Господа сердцем своим. Ему отец, как узнал, что он пошел сильно, восстал в таком гневе, битый был крепко за эту церковь, не мог больше ходить, но дали ему Евангельку маленькую, и он дома мог читать. Но сердцем веровал. Случилось однажды, у Саши зуб разболелся. А живут, ну, кто-то с Черновицких знает, Банылью Пенгирный. До города не добраться, а еще снега замели. Ну, в лучшем случае завтра к обеду быстрее не попадешь к врачу, а в селе никого с врачей нет. А пукла щека, воспаление, боль. Ну, мама, что могла, сделала. Что могла, сделала. И говорит, иди попробуй лечь спать и уснуть. А завтра посмотрим, что с тобой делать. Ну, деваться некуда. Пошел с этой болью, лег, накрылся одеялом и хлюпает там под одеяло. Плачет. Болит. Уже целый день отмучился, и всю ночь теперь. И кто знает, как там завтра дело будет. А они, мальчики, в одной комнате спали. Миша это слушал, слушал, видит, не засыпает. Подошел, сел возле него. Пытался его как-то утешить. Тот не утешается. Болит. Разнесло щелку. Такая опухшая. Говорит, знаешь, Саша, есть Бог на небе. Давай мы ему помолимся. Я читал в Библии, что он очень многих услышал и исцелил. Если хочешь, я помолюсь за тебя. Молись. Тот сполз на колени, стал молиться, положил руку на его щеку и плакал перед Богом. Потом говорит, ну все, все, что могли, мы сделали, теперь ложись и пробуй уснуть. И сам пошел в свою кровать. Лег, начал только дремать, Сашка прибегает. Миша, Миша, смотри, нету, ничего нету. Опухоль сошла. Миша растрес. До утра вопросов. А как он это сделал? А как он тебя услышал? Откуда ты его знаешь? А как он, что он еще может? До утра проповеди. А сам-то один раз в церкви был. Утром вместо зубного врача Саша в школу побежал. Боли нет, опухоль прошла. Целый день в школе всем рассказывает, какой у Миши Бог. Что он только не делает. Как он, ну чудеса просто. Кто-то в школе верит, кто-то не верит, кто-то смеется. Одни стали спорить. Да тебе показалось, да оно само собой прошло. Да ты уснул, тебе померещилось. Он говорит, значит так. Вот смотрите, велосипед на то время было дело не дешевое. Мало у кого он был. Говорит, вот, чтоб вы знали, мы придем домой, мы ночью с Мишей помолимся, и утром у меня будет велосипед. Чтоб вы знали. И ждет, пока Миша с города приедет. Ждет, Миша приедет, молиться будем. Все ждут. Знаете, этот Миша был один раз на служении. Его сердце коснулся Господь. И когда вечером пришли, говорили, все, Миша, мы будем молиться, мне нужен велосипед, я должен доказать. Миша говорит, нет, я за это молиться не буду. Как ты не будешь? Я за это молиться не буду. И я думаю, откуда в 16 лет такая рассудительность? Кто его наставил? Кто его учил? Есть вещи, которые Бог даст тебе ответ обязательно. И ты имеешь дерзновение с ними приходить пред Богом. Но есть вещи, которые, если Он хочет, Он может мне дать. Но я не буду Его об этом просить. Откуда в 16 лет такая рассудительность? От прикосновения Божьего. От того, когда Бог касается сердца, оно просветляется, оно наполняется миром, и белое встает белым, а черное черным. И не надо института, чтобы понять Слово Божье. И не нужно университета, чтобы читать Евангелие и спасти душу свою. Не нужно ничего. Кто любит Бога, тому дается знание от Бога. Слава Богу! Тому Бог открывает, Он вразумляет, Он ведет Его без единого класса и поворачивает весь мир. Это великая мудрость. Она приходит только от Господа. Только от Господа. Брат Павел, он сейчас служитель церкви в Черновцах, в свое время так же убежал, ну, убежал, уехал из села от верующих родителей, попал в город, общежитие, друзья, молодежь, дискотеки, вот это мне по сердцу, а сидеть дома и плакать в этой маленькой церкви абсолютно мне не подходит. В один вечер он пришел после работы, устроился уже на заводе, работал, пришел после работы в свое общежитие, упал просто на кровать и стал решать, где проведет субботу и воскресенье, что будет делать. И вдруг он понял, что он не может пошевелиться. Он пытался сделать какое-то движение и тело абсолютно его не слушается. Что он только не делал, он испугался, аж пот пошел. Не могу двинуться. Голова вроде соображает, но ничего не могу ни повернуть, ни двинуть. Вольно-невольно через какое-то время начал вспоминать о том, что родители верующие, что Бог есть на небе, что кроме людей есть. Даже не могу голосом позвать. Начал в уме молить Иисус, прости меня, помоги мне, выведи меня. Прошло какое-то время, прошло тепло по телу и он опять стал чувствовать руки потихонечку. встал не с первого раза, но встал на ноги. вопрос был решен, где проведет выходные. сегодня вечером есть молитва. меня много раз туда приглашали, но я ни разу там не был. Она уже началась, уже слишком поздно, но он все равно побежал туда. Эта молитва была на квартире одной пожилой сестры. Он зашел туда, аккуратно открыл двери, народ в это время молился и встал за двери сразу на колени. Комнатка была наполнена народом Божьим и сразу встал на колени молиться перед Богом. И Господь подымает сосуда. Он подходит к нему и говорит, итак, душа, сегодня ад и рай борются за душу твою. Стань, выбери, на чью сторону ты станешь. Выбери, потому что сегодня идет битва за твою душу. В воскресном служении он покаялся. В воскресном служении он покаялся, отдал свое сердце, свою жизнь Господу. Будучи на заводе, он очень хорошо вошел в коллектив, он такой общительный человек. И, ну, кто знает, что такое советские предприятия. Обедный перерыв – это либо игра в карты, там целые турниры, череды, спорты. Это очень все серьезно. Либо домино, либо что-то еще в этом роде. В принципе, нет разницы. Целый цех собирается. Этот Паша со своим другом, он уже третий месяц лидирует, их никто не может выиграть. И сегодня опять игра. Весь цех там, как на какое-то киношоу собираются. И так они, кто-то его столкнет или нет? Его партнер пришел там две минуты на обед, остальное на игру. А Паши нет. Люди собрались, ждут, обед проходит, сейчас надо идти обратно в цех. А Паши нет. И вдруг заметили, он Таня в такой беседке сидит сам себе там. Этот партнер подбежал. Паша, нас сейчас сдвинут, и все наши успехи потерялись. Пошли быстрее, что ты тут сидишь? Он говорит, Леня, я покаялся вчера. Я не могу. Ну, Паша, при чем здесь покаялся? Что это вообще значит? Ну, я теперь Богу буду служить. Хорошо, потом расскажешь, но сейчас надо бежать, мы потеряем все. Нет, нет, Леня, ты не понимаешь. Вот скажи, скажи, вот сейчас мы тут вдвоем с тобой сидим и беседуем. Как ты думаешь, Христос может быть здесь среди нас? Этот человек, который, наверное, один раз в жизни был в православной церкви, немножко задумался, и говорит, думаю, да, почему бы нет? Хорошо, а когда мы пойдем туда и будем играть, ты думаешь, он может быть с нами там? Этот Леня задумался. Еще на секунду. Говорит, думаю, нет, тогда и я туда не пойду. Я не пойду туда, где нет моего Иисуса. Я не пойду туда, где Он не может быть. Я не пойду туда, где Ему неприятно. Я не буду... Откуда эта рассудительность на второй день покаяния в человеке? Откуда такой здравый рассудок, высокие мысли, откуда такие правильные весы жизни? Сколько раз мы взвешиваем и говорим, да ничего страшного. Сколько раз я сегодня слышу высказывание, если бы Иисус Христос был в сегодняшний день, Он был бы таким кулгаем, Он бы ездил на Мерседесе, у Него был бы последний модификация и селлер, Он был бы современным, Он не был бы таким отсталым, Мамышем. Вы не слышали такого мнения сегодня? Его много бытует. Может, мы не говорим его вслух. Харизматы не стесняются об этом говорить. А мы часто так думаем, но так стесняемся сказать. Друзья мои, как сегодня нужно быть рассудительными? Если мы не умеем верно рассудить истины Божьи, проповедуй нам сколько угодно это Слово Божье для тех, в чьем сердце есть живой Господь, слава Ему. А если Его там не достает здравого рассудка, Иаков говорит абсолютно откровенно, проси об этом у Бога. Моли Бога, Он даст просто, без упрека, даст мудрость, и ты сможешь рассудить. И сможешь иметь прекрасный жребий с освященным народом Божьим. Сколько примеров осталось для нас в Израиле? Сколько примеров оставил для нас Израиль своей жизнью и своей смертью? И сколько раз у Него не хватало рассудка? И сколько раз они жалели о том выборе, который сделали, о том слове, которое сказали, о том движении, которое приняли, о том желании, которое имели? Однажды Бог сказал такие слова, мы хорошо знаем об этом. Моисею, бери этот народ и веди его. Я пошлю ангела моего, он пойдет с вами, он истребит народы от лица вашего, он очистит перед вами земли, он изгонит их всех. бери и иди, а я не пойду с вами. Вы знаете, если бы в сегодняшний день такое предложение, я думаю, многие бы на него согласились. Кто-нибудь из нас сказал бы, о, это, наверное, не слишком плохо, если в моем доме будет ангел Божий, если он будет приготавливать передо мной путь, если он будет убирать с дороги моих врагов, это прекрасно, это прекрасно, но в человеке Божьем была высокая рассудительность, и он рассудил. Ангел, по сравнению с Богом, это так мало, это ничто. Господи, лучше Ты погуби нас в пустыне, но будь среди нас, нежели Ты отвергнешь нас от лица своего. Как многие люди сегодня хотели бы идти за каким-то человеком, им нужен только вождь, чтобы кто-то и шел впереди и хоть как-нибудь показывал дорогу. Как многие сегодня меняют этих ангелов, нет, этот мне не совсем подходит, я пойду к другому, у того меньше правила, у того легче направление. Но так мало, кто взыскал в своем сердце и сказал, я хочу, чтобы Господь жил во мне, в моей внутренности, я хочу, чтобы Господь жил в моем доме, я хочу, чтобы Он был в бизнесе моем, в разуме моем, в сердце моем, в устах моих. Да, это иногда очень больно, потому что утешение, которое Евангелие дает народу Божьему, говорит, кого любит Господь, того наказывает и бьет всякого сына, которого принимает. Да, мы несем порой наказание и нелегкие наказания, но присутствие Божье в нашей жизни, видимость Его дел, ощущение Его благодати, оно гарантирует нам вечную жизнь. Кто сказал тебе, человек, что здесь ты можешь не чувствовать Бога, а потом, когда Он придет, ты вдруг пойдешь к Нему навстречу. Я хочу сказать, что Писание говорит, что в тот же самый день будет большая группа, ну или какая-то группа людей, которая будет говорить, горы падите на нас, холмы покройте нас от лица господнего. Он пришел, Он уже пришел, нам надо заживо быть похороненными, это легче для нас. Друзья, дорогие, Писание говорит абсолютно откровенно, Иисус Христос, Он говорит, кто любит Меня, тот исполнит Мои заповеди, и Он будет возлюблен Моим Отцом. Мы придем к Нему и обитель в нем сотворим, слава Богу. Писание говорит абсолютно откровенно, что здесь не как-то со стороны или издалека. Бог желает жить в сердце человека. в его внутренности. Бог желает наполнять его естество. Бог желает говорить к сердцу. Бог желает вразумлять. Он не желает, чтобы мы шли, как слепые, прощупывая дорогу. Он хочет, чтобы каждое сердце знало путь, по которому должно идти. Да благословит Господь, дорогая молодежь, приближаясь к Богу, получаем вразумление мудрость от Него. Касаясь Него, Бог дает силы вразумления, Он дает победу, слава Богу нашему, да прославится Его святое имя. Ревнуйте о близости Божьей, ревнуйте о благодати Божьей, ревнуйте, чтобы небо было открыто, ревнуйте, чтобы молитвы были услышаны, ревнуйте, чтобы Бог мог брать в удел, ревнуйте, чтобы переживать наполнение Божье. Ревнуйте, оно изменяет не только лицо Моисея. Я помню одного брата, он уже был старцем, но так и не был крещеный Духом Святым. Имея немножко такую баптистскую закваску, скажем, я не против баптистов. Ну, вот в вопросах духовного крещения он немножко спорил. И однажды он пришел на служение. Друзья, это на самом деле его лицо светилось. Он всегда был угрюмый, любил поспорить. Здесь он был, но просто светилось, ну, не огнем, конечно, но оно стало светлое, радостное, торжественное. Он такой, ну, я его никогда таким раньше не видел. Мы стояли рядом с пастырем нашим, он так внимательно в него усмотрелся, кому-кому от него, но нашему брату доставалось от этого старца. И он говорит, Петро, а ты часом не зустрився за Иисусом? А тот расплакался, его вчера Бог Духом Святым крестил. Кажи, Петро, а ты часом не зустрився за Иисусом? Все поменялось, друзья, все поменялось, и это то, в чем мы нуждаемся, это то, чего нам действительно надо, это то, о чем стоит ревновать, за что стоит платить, за что стоит терять, за что стоит быть в пренебрежении, это то, за что стоит идти в тюрьмы, это то, за что стоит быть обезглавленными, стоит, друзья, абсолютно стоит, вы это не купите, и если он назвал сыном или дочерью своей, ухватить за это слово, ухватить за это слово, называешь отцом его, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу нашему, пусть имя Господне будет прославлено, он недалеко от нас, не думай, теперь надо много молиться, теперь нужно брать посты, теперь нужно там, не думай, сегодня может тебя крестить Дух от святых, ибо он есть на этом месте, ибо он видит и твое сердце сейчас, слава Богу, он знает твою внутренности твои помышления, когда я бодрствовал о крещении Духом Святым, я видел тысячи людей, которые Бог крестил Духом Святым, я чувствовал его присутствие, я знал, когда он входил, и когда выходил, но он меня не крестил Духом Святым, этого не происходило со мной и лично. Я сильно переживал, мне даже уже стало стыдно ходить на эти молитвы, все получают, я нет. Всех Бог крестит Духом Святым, но пять, шесть человек вечер, а меня нет. Думаю, ну просто уже стало стыдно людей, потому что в основном туда одни и те же люди приходили, старшие люди, исполненные Духом Святым, и молодые были, средних лет, но в основном старший. И мне уже стыдно было от них. Я столько видел крещенных, мою жену Бог крестил Духом Святым, а меня не крестил. И я перестал ходить на эти молитвы. Перестал ходить на эти молитвы, и однажды, будучи в собрании, как раз был ремонт, и центральный вход был закрыт, там забаррикадировано, все ремонт делали, а через вот такую одну дверь вся церковь выходила, примерно 600-650 человек, вот через такую дверь все должны были. Ну и вот все туда сбивается, и там уже с кем встретился, с тем пообщаешься, никуда не денешься. А дальше лестница вниз шла такой городской два марша лестничных. И я встретился на выходе с одной старшей сестрой, которая бывала на этих молитвах и хорошо меня запомнила. И она говорит, о, давно тебя не видела, ты уже крещён Духом Святым. Я говорю, нет, о, тебе это надо, как ты так оставил, тебе это надо. Ну и тут что-то поменялось, мы разошлись и больше. Вот такой разговор был. В понедельник я возвращаюсь с работы, на велосипеде ехал, и еду так дорогой, и пою. Мне либо петь, либо молиться. После покаяния это, наверное, года два не останавливалось. И еду, и пою, пою псалом. Потом вспомнил вот этот разговор вчерашний, вот этот короткий такой бесед. И перестал петь, и так в простоте стал и молиться. И говорю, Господи, она говорит, что мне это надо, а я не знаю. Ну, я правда не знаю, надо оно мне или не надо. То если это мне надо, дай мне это. И опять стал петь дальше второй куплет, псалма, который я пел. Я проехал еще немножко, и вдруг в припеве этого псалма появилось несколько незнакомых слов на иных наречиях. Я думаю, смотри, как только вспомнил о тех молитвах, уже какие-то слова прилепились. И со всей силы стараюсь от них избавиться. Ну, так пою, и уже не просто так, как течет себе, а стою на страже, чтобы все было по тексту, чтобы все было правильно. И я так прободрствовал весь припев, все у меня получилось правильно, и только начал петь следующий куплет, и он пошел на иных языках. Я остановился, а потом думаю, стоп, я же только что просил у него, если мне это надо, ты мне дай. И больше я не говорил на своем языке. Я приехал домой, пытаюсь объяснить жене, что со мной произошло, а она только в духе вздыхает и на иных наречиях. У меня ни одного моего слова, я вроде своими говорю, но ушами другие слышу. Я что-то детям хочу сказать на иных языках. Уже вечер пришел, уже время прошло несколько часов, что-то сыну хочу сказать на иных языках. Думаю, Боже, что теперь у меня моих уже и не будет больше. Друзья дорогие, Господь, Он слышит вот искреннее, вот когда рассудишь верно, что надо, что тебе ценно, что Господу от тебя нужно, что Он хочет тебя, где Он хочет тебя видеть, где ты Ему нужен. Господня милость совершает труд свой. Слава Иисусу! Друзья дорогие, мы сейчас будем молиться. Я знаю, я, наверное, уже затянул много. Мы сейчас будем молиться, мы будем призывать имя Господне. Мне бы очень хотелось, чтобы наша молитва была оскровенной, искренной, чтобы мы могли рассудить в своем сердце. Мы знаем Писание, мы не невежды, мы наставлены, мы сами его читаем. Нам нужно, вы знаете, в этой книге я сам мало что понимаю. Я в основном больше здесь верю, чем понимаю. Нельзя многие вещи здесь объяснить. Дела Иисуса Христа невозможно объяснить по плоти. В них можно либо верить, либо не верить. Это правда. Бога объяснить невозможно. Мы слишком люди плотские. живи, но в него можно верить и верою приближаться к нему. И приходит момент, о котором говорил Христос. Приходит момент, говорит, чтобы люди, видящие ваши добрые дела, вдруг перестали вас замечать, но начали воздавать славу прямо Богу. Прямо Богу. Я не знаю, это простой стих из Писания, но кто его из нас исполнил, тот блаженный человек, чтобы люди, смотря на мою жизнь, вдруг начали славить Бога. Ему должно жить во мне. Слава Богу, братья и сестры, рассуди каждый над сердцем своим, рассуди во внутренности своей. Я не знаю, у кого как сложится судьба, но я знаю, с кем пойдет Господь, тот будет счастлив отныне и во веки веков, навсегда. Тот пополучит счастье, не то, которое можно украсть, не то, которое можно поломать, не то, которое можно разрушить, тот получит счастье, не ветшающее, вечное, не проходящее. Нет, не только на этой земле, навсегда. Слава Богу нашим. Склоним колени наши, друзья дорогие. Если кто-то желает, чтобы за него совершили молитву, вы можете проходить сюда вперед. Есть братья служителя, они будут молиться, помазанники Господни, они подойдут и возложат руки на вас. Порой есть камни, которые мы не можем сдвинуть сами. Кто-то желает молиться прямо там, где вы есть. Молитесь, пусть Бог благословит. Склоняем колени, призываем имя Бога нашего, молимся, открывая сердце перед Ним. Боже сердце